добрый день на библейском проторе экзогет мы продолжаем речь о библейских пророках вот сегодня пойдет разговор о пророке языке или он свидетельствовал о воле божией в абилонском плену и именно тогда были такие казалось бы обстоятельства что народ мог потерять всякую надежду на помощь божью иначе смысл своего существования ведь нет смысла существования жизни вне бога он есть источник жизни и горесть которую переживает народ в павелонском плену исключительно сильно передается например псалме 146 который поем и перед началом великого поста на реках вавилонских там оседоков и плакахом действительно то что осталось в опыте иудейского народа от вавилонского плена это прежде всего плач и вот все же человек ведь создан по образу и подобию божию и творец верен самому себе и возвращает через испытания народ в общине с собою призыв конечно должен быть услышан и человек может и должен отозваться на призыв вот когда на него на этот призыв тосался авраам а господь испытал его верность и дал обетование что произойдет от него от авраама свой избранный народ и верность авраама станет порукой тому что потомки его будут народу божьим с этого и начинается священная история иногда задают вопрос чем евреи лучше других народов почему они названы народом избранным сами по себе ничем не лучше но в отличие от других народов по славянски языков в истории которых был многовековой опыт поклонения духом падшим в образе идолов отсюда потомки авраама как его сын исаак и внук иаков и верные богу потомки этих праотцев они воспитывались и жили в верности истинному богу само появление еврейского народа обеспечено не таком ты естественными процессами возникновения и продолжение истории других народов а началось чудо ведь авраам и сара были в глубокой старости когда уже казалось не могли иметь детей но они стали родителями исаака и от этого произошло существование потомков авраама стало быть потомкам авраама у бога были особые требования и и своем происхождении они не были должны были не были заражены вот повторяю языческой ересь языческой заблуждениями могли воспитываться верности богу и вот в сохранении этой верности абраама правоца и было собственно избранничество нарушение верности делала их хуже чем чужими делая их предателями изменниками отсюда и наказание которыми господь поучал свой народ частности в обилонский плен при этом творец не употребляется малодушной и мстительной твари он остается верным своим обетованием он обращается к народу так мы тут мы опять слышим то что слышали и у пророка иеремии и пророку оси я восстановлю союз мой с тобою он обращается к израилю как жене которая изменила буду восстановлю союз мой с тобою и узнаю что я господь для того чтобы ты помнила и стыдилась и чтобы вперед нельзя было тебе рта открыть от стыда когда я прощу тебя все что ты делала прощу тебе все что ты делала это ведь горе есть такой личной обиды вы именно личное отношение у бога к израилю как действительно к своей возлюбленной и обещание мира она не в награду за усилия народа за то что как бы своим собственным подвигом возвращается к истинному богу обещание мира это исключительно в силу божественного милосердия бог верен самому себе он ведь любовь верность и милосердия в самой природе бога он говорит у пророка языке лет в 20 главе приму вас как благовонное курение когда выведу вас из народов и соберу вас и стран по которым вы рассеяны и буду светиться у вас перед глазами народов буду светиться у вас перед глазами народов тут мы вспоминаем встречу или как мы называем этот праздник средине встречу младенца иисуса правильным симеоном встречается ветхий завет новым старец праведный ветхосоветный принимают на руки младенца иисуса и говорит что он благоставляет бога благодарит и держит на руках иисуса свет в откровении злыков и славу людей твоих израиля и и особенным образом это обещание светится богу в своем народе мы слышим в молитве господней молитве отче наш да святится имя твое да приедет царствие твое как будет светиться имя божие что значит царство божие конечно это в единстве с народом царство это народ божий и светиться имени божьему то есть выделиться из всех прочих это также возможно как возможно народу быть святым святым значит выделенным отделенным богом для себя важно что встреча правильным симеона с иисусом христом произошла в храме именно храмовое действие как и в древнем израиле было высшей точкой богообщения человека в общении человека с богом как и в нашем опыте тоже в области церкви это храмовое богослужение есть высшая точка христианской жизни и она была подготовлена опытом храмового богослужения в древнем израиле пророк языки иль был священником и в его пророчестве это вот значительность священства значительность всего что заповедовал господь народу своих заповедях установлениях храмового служения это значительно часто подчеркивается например это сразу относит нас именно вот за такой священнический пафос пророка языки или относит нас книги левит где устами моисея господь говорит и сказал господь моисею говоря объяви всему обществу сынов израилевых и скажи им святы будьте ибо свят я господь бог ваш какая вот связь важный да святы будьте ибо я свят такое божественное повеление важнейшее она искажается фарисейством формальным исполнением закона в формальном ради того чтобы превознестись над другим обществом именно за это за искажение этой великой заповеди фарисеями их обличает господь иисус христос если же господь исполняется в верность и любви к богу как это у пророков у иеремии которые мы говорили прежде и и сити или то тогда закон становится деда водителем ко христу по апостолу павлу так произошло и при встрече нафанайла друга филиппа и апостолов петра андрея когда он подошел ко христу и увидел в нем царя израилева сына божьего потому что как истинно верующие людей он не просто был исполнителем закона но подготовлен чутко подготовлен к узнаванию бога во христе иисусе книга пророка языки или начинается описанием видения он тайновидец вот как описывается его призвание это в первых трех главах книги языки или и было в тридцатый год четвертый месяц в пятый день месяца когда я находился среди переселенцев при реке ховари то есть в вавилоне отверзлись небеса и я видел видение божье дальше написывает как видят огненную славу сияние как раскаленный уголь и в нем огненно сияющие животные которые идут сразу во все четыре стороны у них тело льва ноги быка головы лица человеческие орлины и львиные бычьи такое было видение подобие славы господни и славы господни как радуга сияет в этой в этой картине конечно картины которые мы тут читаем и мы слушаем ее напрямих важнейшие службы перед пасхой она не есть какое-то реалистическое изображение конкретных картин это попытка словами передать непередаваемое как знаете такое могучее видение где где человек языки иль как бы вырван из реальности вот пространство на временной в реальность иную эти животные идут сразу во все четыре стороны колеса под ними многочитые то есть этим подчеркивается все видение всевидение божье стихи этой божественной славы как огонь передается и радугой сияет эти четыре животные потом становятся символами четырех евангелистов как вы знаете так вот увидев это я пал на лицо свое и слышал я глаз глаголющего и он сказал мне сын человеческий стань на ноги твои и я буду говорить с тобою и когда он говорил мне вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои я слышал говорящего мне и он сказал мне сын человеческий я посылаю тебя к сынам израилевым к людям непокордом которые возмутились против меня будут ли они слушать или не будут ибо они дом мятежный но пусть знают что был пророк среди них ты же сын человеческий слушай что я буду говорить тебе не будь упрям как этот мятежный дом открой уста твои и съешь что я дам тебе и увидел я и вот рука простерта ко мне и вот в ней книжный свиток и он развернул его предо мною и вот свиток и списан был внутри снаружи и написано на нем плач и стон и горе и сказал мне сын человеческий съешь что перед тобою съешь этот свиток иди говори дому израилеву тогда я открыл уста мои и отдал мне съесть этот свиток и сказал мне сын человеческий напитай чрево твое и наполни внутренности твои этим свитком который я даю тебе и я съел и было в устах моих сладко как мед свиток то есть слава божья истину божественную усвоил принял в себя именно как как съел усвоил пророк и эти этот свиток на котором написано плач и стоны горе был сладок по прошествии же 7 дней было ко мне слова господне сын человеческий я поставил тебя стражем дому израилеву и ты будешь слушать слова из уст моих и будешь вразумлять их от меня обратим внимание на то что пророк этот съел свиток со словами грозного суда божья я устах его стало сладко как мед это напоминает нам псалом 18 в 18 псалме давида говорится суды господне истины слаще меда и сота тут много что можно заметить не только то что суд господень прав он доставляет радость радость как наслаждение человеку смотрите как не отстранено внимание человека от слов божьих и просто человек слушает их или выполняет и получается ими он их усваивает как свою пищу узкая усваивает как мед устами правку бог подтверждает что совершенное утешение только божественной истине и горькая правда полезно а сладкая ложь обязательно принесет горечь за что же бог оставляет свой неверный народ заедало поклонство в одолопоклонстве в этом поклонении чужим богам казалось бы ну какая разница вот они попросили какие-то там богов тут в чем тут зло если смотреться на с нравственной точки зрения для человека верующего для верного человека никакая нравственность невозможно без верности богу она ненадежная и уж и очень сомнительна такая нравственность и и успех и всякие достижения человеческие без верности богу без любви к богу ненадежные и даже прямо сказать бессмысленные это подтверждает вся и история человечества это и сейчас подтверждается хотя об этом конечно не думают о верности богу и всякого рода достижения или успехи или даже какую-то там достоинство меряют совсем другой низкой меркой не вот без относительно к богу так вот по-настоящему без относительно к богу нет никакого блага и никакой чести и человек теряет собственную честь когда начинает поклоняться не богу а идолам или каким-то без и вот этого поклонства это первый признак измены лучшему что в человеке есть в поклонении истинно богу открывается высшее достоинство человека и наоборот падение человека выражается вода поклонстве вот так 23 главе пророка из и кииля описывается суд над народом который изменил богу выдала поклонстве как иносказательно как суд на то меня сестрами блудницами мы надо сказать быть в это время народ разделился на северное израильское и южное иудейское царство и вот что говорит господь истанин пророка были две женщины дочери одной матери и в лузе ли они в египте блудили в своей молодости там измяты груди их пророк исключительно натуралистичных образах передает это эту измену богу там измяты груди их и там растлили девственные сосы их имена им большой угола а сестрею уголева и были они моими и рождали сыновей и дочерей именовались угола самарию а уголева иерусалимом и стала угола блудить от меня и пристрастилась к своим любовникам кассиринам и осквернила себя всеми идолами их и переставала блудить и с египтянами зато я отдал ее в руки любовников ее в руки сынов ассора которым она пристрастилась они открыли наготу ее взяли сыновей и дочерей ее а ее убили мечом сестра ее уголева видела это и развращение было в любви своей и блужению превзошло блужение сестры ее посему уголева так говорит господь вот я возбужу против тебя любовников твоих от которых отвратилась душа твоя и приведу их против тебя со всех сторон сынов вавилона и всех халдеев из пехода шоа-ква и с ними всех сынов ассора и положу конец распутству твоему как обличение идолопоклонство выражено в этом и насказание блудных сестрах так и в символических действиях тоже сообщает пророк намерение божье в отношении неверного народа при этом устами пророка господь так говорит и будет для вас из и ки или знаменем все что он делал и вы будете делать и когда это сбудется узнаете что я господь вот примеры символических пророчеств ты сын человеческий возьми себе кирпич и положи его перед собою и начертай на нем город иерусалим и устрой осаду против него языки так и сделал положил кирпич на нем начертал иерусалим и осады иерусалим изображается так ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззакония дома израилева по числу дней в которые будешь лежать на там ты будешь нести беззаконие их я определил тебе годы беззакония числа числом дней 390 дней ты будешь нести беззаконие дом израилевая то есть лежать на левом боку перед этим кирпичом и когда исполнишь это вторичного сешево же она правый бок и словами ей не сид vulnerе без законе дома и иудина день за год день за год Я определил тебе. Так, и Израиль, и Иуда таким образом обличаются будущей осадой, которую так вот странно изображают из Эйтииля. Чтобы передать народу пророчество о предстоящем пленении и переселении Вавилона, от которого царь Садекий безуспешно пытался спастись через бегство, через брешь в городской стене, об этом говорится в книге пророка Еремии, который был свидетелем этого Еремия, именно тогда предупреждал Садекию не бежать. А Израиль, он же в Вавилоне, но он предрекает, ему Господь открывает там в Вавилоне все, что должно произойти. Израиль так пророчествует о пленении Садекии. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, ты живешь среди народа мятежного, у них есть глаза, чтобы видеть и не видят, у них есть уши, чтобы слышать и не слышать, потому что они мятежный дом. Ты же, Сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный, и вещи твои вынеси, как вещи нужные для переселения перед глазами их, проломай себе отверстие в стене и вынеси через него, ибо я поставил тебя знаменем Дому Израилеву». Вот такое знамение и изобразил Иезекииль, когда проломал стену своего дома и перешел через нее заранее заготовленными вещами, в знак того, что будет в Иерусалиме. Обстоятельства жизни самого Иезекииля становились пророчеством о судьбе народа, например, смерть его жены, знак будущей гибели Иерусалима. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, вот, я возьму у тебя язву, у тех, у очей твоих, но ты не седуй и не плачь, и слезы, да не выступают у тебя, вздыхай в безмолвии». Как бы знак такой зажатой скорби. «И после того, как говорил я поутру слово к народу, то есть вот он успел пророчествовать народу, после того вечером умерла жена моя, и на другой день сделал я так, как повелено было мне. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое значение в том, что ты делаешь? И сказал я им, ко мне было слово Господне, скажи Дому Израилеву, так, говорит Господь, вот, я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, у теху очей ваших и от рады души вашей». Как у теху очей его и от рады души его жену отнял Господь у Иезекииля, так у теху очей народа, утешение его, и сам Иерусалим будет разрушен. Как покидает Господь свой неверный народ, Иезекииль узнает снова видение, похожим на то, какое было видение при реке Ховари. Вот как он об этом пишет. «И было в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшие иудейские сидели перед лицем моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот, подобие мужа, как бы огненное, и отчресл и ниже огонь, и отчресл его, и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И прости он, как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видение Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». Действительно, в Иерусалиме так был поруган храм, что в храме стоял идол. «И там была слава Господне, подобная той, какую я видел на поле». То есть, в первой главе об этом говорилось на некой хумаре, когда было видение. Какой в виде бывает радуга после дождя, так видел и языки, и славу Господню. «И сказал мне, сын человеческий, подними глаза твои к северу». «И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот у жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеют оком они, и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. И отошла, слава Господня, от порога дома, и стала над херевимами, и подняли херевимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Как будто земля опять стала безвидна и пуста. Слава Господню, покинувшая храм, – это самое страшное знамение богооставленности, наказание за неберность. Реальность небесная стала недоступна. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Слава Господню, покинувшая храм. КОНЕЦ Продолжение следует...